ЛИЛИЯ ОРЛАНД ЛЮБИ МЕНЯ ЧЕРЕЗ ГОДЫ КНИГА ТРЕТЬЯ РОДНОЙ, ЧУЖОЙ, ЛЮБИМЫЙ ПРОЛОГ Разве можно ждать чего-то хорошего от приезда свекрови? Саша нервно мерила шагами спальню. Чего она хочет, Яр? Сказала, что соскучилась по одному городу и своему дому. Ярослав развел руками, потому что звучало это по меньшей мере натянуто. Он хорошо знал, что мать никогда не делает ничего без причины. Ее практичность и рациональность помогли добиться больших высот. Сначала Татьяна Викторовна стала мэром Анапы, а затем ее пригласили в Москву, и в итоге она заняла пост в правительстве страны. И вот теперь возвращается в провинциальный городок. Зачем? Саша скептически посмотрела на него. Действительно, объяснение звучало глупо. А нас зачем приглашает? Жена не отступала. «Может, хочет познакомить вас с Кириллом?» Предположил он. Сашка снова хмыкнула. И опять была права. Татьяна Викторовна терпеть не могла невестку, и когда-то приложила немало усилий, чтобы Яр с Сашей разошлись. А от Алинки отказалась, как только узнала, что та не дочь Ярослава. Не помешало даже то, что несколько лет считала ее своей внучкой. Просто вдруг, в один момент, перестала замечать девочку, как будто той никогда и не была. Алина этого не знала и до сих пор не понимала, почему бабушка так резко ее разлюбила. Хотя любила ли когда-нибудь? И вообще, умела ли Татьяна Викторовна любить? Все, что он знал о матери, говорила об обратном. И все же это его мать. И проигнорировать ее приезд Ярослав не мог. Сашка села рядом на кровать. Он обнял жену, которая положила голову ему на плечо. Вздохнула. «Я боюсь, Яр. Боюсь, что она навредит нашей семье. Все будет хорошо», — ответил Ярослав. А что еще он мог тогда сказать? Глава первая А ведь так хорошо все начиналось. Я окончила ветеринарный институт и вернулась домой. Еще в поезде предвкушала, как обниму их всех. Папу, его жену Сашу, моих кровных братьев Тему и Гришу, а еще ба и деда, Сашных родителей, которые хоть и не были мне родными, но любили как самую настоящую внучку. Наша семья была большой и дружной. И пусть моя настоящая мама умерла, когда я была совсем маленькой. У меня была Саша, и она мне нравилась. Жена моего отца была голубоглазой блондинкой со спортивной фигурой, отлично сохранившейся, несмотря на возраст. Хотя вроде она еще не слишком старая. Весной они с отцом отмечали 40-летние юбилеи. У них разница в возрасте в полтора месяца. Папа с Сашей вместе учились в школе, и там влюбились друг в друга. Потом они поссорились, и Саша уехала в Питер. А папа снова стал встречаться с моей мамой. Так получилось, что они обе забеременели, и мы с братом родились с разницей всего восемь дней. Правда, познакомились мы, когда нам обоим было по девять. Я его сразу не взлюбила, потому что ревновала и думала, что мой папа теперь бросит нас с мамой. Впрочем, меня он бросать не собирался, хотя уже начал развод с моей матерью. Но мне не пришлось решать, с кем остаться, потому что мама попала в аварию и разбилась. Сначала я плакала и не могла привыкнуть. Мне было плохо без мамы. И тогда Тёмка стал моим другом. Без него я вряд ли бы справилась. Он всегда был рядом, и мы всё делали вместе. Но в последние годы мы редко виделись, потому что я выбрала институт в Петербурге, в то время как Тёма изучал журналистику в Москве. Я решила стать врачом, как бабушка с дедушкой. Вот только лечить я хотела не людей, а животных. С детства у нас постоянно жили собаки, и я помню, как больно каждый раз, когда теряешь своего друга. Моя мачеха сразу приняла этот выбор. А вот папа долго сомневался, считая, что вид неизлечимо больных зверушек нанесёт мне психологическую травму. Папа вообще старался меня оберегать сверх меры. И иногда эта гиперзабота немного напрягала. Может, поэтому я настояла на своём и уехала в Питер. И вот теперь получила диплом и вернулась домой. В Анапу. Тёме предложили работу в Москве на одном из крупных новостных каналов, но он тоже собирался приехать на пару недель. А значит, вся семья опять соберётся под одной крышей, как когда-то в детстве. И это было здорово. В толпе встречающих я сразу разглядела знакомые лица и бросилась на шею папе, а затем обняла Сашу. Она крепко прижала меня, а отстранив, несколько секунд вглядывалась в лицо, словно пытаясь уловить изменения, произошедшие за несколько месяцев. «Ты повзрослела». Наконец она выдала вердикт. И я засмеялась. Казалось, Сашу каждый раз, когда я приезжаю на каникулы, удивляет, что я взрослею, перестаю быть ребёнком, к которым она привыкла. Впрочем, уверенно, Тёмку она встречает точно так же. Папа подхватил мои чемоданы и сумки. В этот раз у меня было много вещей, потому что я собиралась остаться дома. Но совсем. Дом. Да чего же хорошо это звучало. По дороге из аэропорта я жадно вглядывалась в знакомые улицы, фиксируя малейшие изменения. Я соскучилась. Всё же целый год не была дома. Но тут почти ничего не изменилось. И за это я тоже любила Анапу. Соскучилась. Саша, улыбаясь, смотрела на меня с пассажирского сиденья. Я кивнула. Ещё как соскучилась. И по своей семье в первую очередь. Папа с Сашей помогли занести вещи и оставили меня одну. Я глубоко вдохнула знакомый с детства запах. В моей комнате всё было по-прежнему, как и много лет назад. В свои короткие заезды на каникулы я не стремилась что-либо менять, уверенная, что для этого ещё будет время. А сейчас, когда взглянула на плюшевых зверей всех мастей, которыми заставлены полки специально установленного папы-стеллажа, не уверена, что руки поднимутся их выбросить. В ящиках письменного стола ещё лежат мои школьные тетради. В шкафу ждёт своего часа уже несколько лет невостребованная одежда. Я провела рукой по плюшевому покрывалу с аппликацией мордочкой, по стенам, ощущая чуть шершевые от времени обои. Наверное, если я собираюсь здесь жить, неплохо бы их переклеить, кое-где потёртые, а ещё и списанные цитатами из книг и рисунками животных. Саша предлагала сделать ремонт к моему возвращению, но мне хотелось самой разобрать вещи и расстаться со своим детством. А сейчас я вдруг поняла, что люблю все эти вещи. Мне нравится моя комната, такой, какая она есть, с тёплыми золотисто-бежевыми оттенками обоев, персиковыми занавесками с золотистым орнаментом, которые я рассматривала на просвет уличного фонаря, когда не могла уснуть. Здесь был мой дом. В этой комнате я была счастлива и безумно рада сюда вернуться. Я распаковала вещи, большую часть, а потом решила, что на сегодня хватит. Стянула одежду, накинула лёгкий халатик и отправилась в душ. С ванными комнатами у нас был явный напряг, точнее, недостаток. Одна на первом этаже и одна на втором. Пятерым членам семьи этого не всегда хватало. А когда приезжали гости, то случилась катастрофа вселенского масштаба. Папа даже сообразил летний душ в саду. Поставил там бочку, которая должна была наполняться дождевой водой и прогреваться солнцем. Но дождей в Анапе летом было мало, а наполнять бочку и шланг заранее, чтобы успело нагреться, папа забывал. Поэтому нововведение не прижилось. Но думаю, когда мы с Тёмой уехали учиться, с этим стало проще. Вот и сейчас ванная на втором этаже оказалась полностью в моём распоряжении. Я нашла в шкафчике чистые полотенца, повесила рядом с халатом и, задёрнув занавеску, включила душ. Обожаю принимать душ. Когда тёплая вода смывает пот с тела, долгий перелёт и запах аэропорта. Я закрыла глаза, откинула голову и расслабилась, позволяя тёплым струйкам стекать по коже. Как же хорошо дома. Здесь даже от душа совершенно иные ощущения. А Сашин шампунь пахнет детством. Помню, как ещё в школе любила мыть им волосы. Сладкий ванильный аромат наполнил ванную, и я едва не замурлыкала от восторга. Выключив воду, вытерлась мягким полотенцем, слегка подсушила волосы и провела ладонью по зеркалу, стирая туманный налёт от пара. Улыбнулась своему отражению, и она улыбнулась в ответ. В этом зеркале я почему-то казалась немного иной. И вот вроде бы те же длинные, рожевато-каштановые волосы, доставшиеся мне от матери, тот же слегка курносый нос с россыпью веснушек, которые в Анапе всегда становились ярче, те же карие глаза, янтарного оттенка, как говорит папа. Но вот сейчас я чувствую себя более юной, что ли, беззащитной. Как будто вода только что смыла с меня наносную броню, необходимую мне вдалеке от дома. А здесь, внутри родных стен, в ней больше нет необходимости, и я снова становлюсь самой собой. В дверь постучали. — Алина, обед через пятнадцать минут. Не опаздывай. Саша любит, чтобы мы все вместе собирались за столом. Говорит, мы и так редко видимся. — Уже иду! — крикнула ей в ответ. Расчесала волосы, они легли на спину длинными влажными прядями, спускаясь почти до талии. Сами высохнут. Легкомысленно решила я, накинула халат и пошла к себе одеваться. Внезапный грохот заставил меня вздрогнуть. Что-то упало и тяжело покатилось по полу комнаты, мимо которой я проходила. Гришка. Ни секунду не раздумывая, нажала ручку и толкнула дверь. Комната моего младшего братца виделась неподготовленному взгляду, хаотичным нагромождением совершенно не сочетающихся между собой вещей. Так на полу лежало светло-сиреневое кресло-мешок, а на нем черная шляпа-цилиндр, сделанный из плотной бумаги. На дверце шкафа висел плащ с красной подкладкой. Сверху через него перевесился плюшевый кот с длинными лапами. На шкафу валялся забытый баскетбольный мяч. Где-то там еще была теннисная ракетка. Возле кровати стоял ящик на высоких ножках, а на нем бутафорская пила с блестящим, оклеенным фольгой лезвием. К столу был прислонен гриф шестиструнной гитары, на которой Гришка учился играть, но забросил, как и все остальное, за что брался. Сам братец нашелся под столом, где искал оброненную гантель. «А, это ты!» Он вылез, запыхавшийся и с раскрасневшимся лицом, заставившим меня подозревать, что гантель была скорее для отвода глаз, а сам Гришка опять что-то химичил. «Прилетела?» «Прилетела!» Подтвердила еще раз, обводя комнату глазами, пытаясь определить, чем сейчас увлечен мой ветреный младший братишка. Вариантов была масса, и я не стала гадать. Все равно скоро сам расскажет. У Гриши была неудержимая потребность делиться своими достижениями, даже если они еще не были совсем достигнуты. Но эти достижения, по большей части, тщательно скрывались от папы, потому что именно за них братьец занимал угол в гостиной рекордное количество времени. А еще отец постоянно грозился применить ремень в воспитательных целях. Правда, пока ни разу не применил. «У тебя все в порядке?» Я кивнула на гантель, которую он все еще продолжал держать в руке. «А, ты про это?» Гришка удивленно взглянул на нее, как будто впервые увидел, и почесал в затылке. «Да, все нормально». Гришку я любила, как и вся семья. Он был необычным ребенком и очень активным, умудрившись за свои одиннадцать лет поэкспериментировать и испробовать больше, чем другие успевали к пенсии. Но ко всему он так быстро охладевал и переключался на что-то новое, казавшееся ему в этот момент наиболее интересным. Отец иногда пытался его воспитывать. А вот Саша относилась к Гришке с ангельским терпением, принимая его таким, каков он есть, если, конечно, эти эксперименты не были связаны с риском для жизни – его или окружающих. Тогда братцу доставалось. Но все наказания он выносил стоически, со свойственным ему легкомыслием. «Пошли обедать. Все уже собрались». «Ага, ты иди. Я сейчас». Гришке явно не терпелось выпроводить меня из комнаты, поэтому я пожала плечами. «Ну ладно». Вышла в коридор и прикрыла за собой дверь. В кухне была лишь Саша. «А где папа?» На всякий случай я еще раз обвела глазами просторное помещение, разделенное на две зоны длинным овальным столом, накрытым сейчас на три персоны. Семь стульев, которые не уносили, несмотря на то, что мы с Темкой уехали на учебу, а оба с дедом приходили на ужин не так и часто. Мятные обои, которые назывались моющимися, что Гришка не применил проверить, и оказалось, что отмывается с них далеко не все. Зеленые занавески с ромашками, собранными в причудливый орнамент. Саша тоже любил этот дом. Ее любовь дышала в каждой детали, создавая атмосферу уюта и тепла. Она редко меняла обстановку, как и я, привыкая к вещам. Кроме супермодной современной кухонной техники. В последние годы Саша увлеклась своим детищем, кулинарным блогом, где готовила в режиме онлайн, комментировала процесс, а еще фотографировала, продавая затем снимки в кулинарные журналы. Число подписчиков блога приближалось к миллиону, что и неудивительно, ведь рассказывала Саше весьма интересно. Даже я смотрела несколько выпусков, хотя сама к готовке была равнодушна. Или скорее к еде. Папа уехал встречать Татьяну Викторовну и Кирилла. Они решили прилететь более ранним рейсом. В Сашином голосе сквозило неодобрение. Она всегда называла свекровь по имени Отчеству, и лицо в такие моменты у нее становилось отчужденное и немного печальное. Не знаю, что произошло у них с бабушкой в далеком прошлом, но друг друга они сильно недолюбливали. Впрочем, учитывая, как просто бабушка вычеркнула меня, свою внучку из жизни и родственного круга, я сто процентов буду на стороне Саши. Папина мама очень жесткая, непримиримая и не признающая своих ошибок. В общем, та еще стерва. А где Гриша? Саша бросила взгляд на лестницу, но на ней никого не было. Сказал, что сейчас придет. Я пожала плечами. Это папин жест. Он всегда делал так, когда не был уверен, как кто-то поведет себя в той или иной ситуации. Почему-то сейчас, после долгой разлуки, я особенно хорошо подмечала, как много наша семья копирует друг у друга. Причем совершенно неосознанно. Думаю, это тоже подчеркивает нашу общность, наше родство, нашу любовь друг к другу. Я потянулась к фарфоровой сопнице, взяла половник и налила себе в тарелку окрошки. Саша любила красивую посуду, красивую сервировку стола. Она приучила нас класть на колени тканые салфетки, есть ножом и вилкой, пользоваться столовым сервизом, даже если это был обычный обед, на который мы не ждали гостей. Папа с Темкой поначалу пытались возмущаться ограничением, как они это называли, а потом привыкли, потому что есть всем вместе, из красивой посуды, и правда приятнее, чем из разноплановых тарелок. Положила на блюдце жареные картошки полила сверху кетчупом. Обожаю кетчуп. В детстве могла пить его прямо из горлышка, пока никто не видел. Я знала, что бутылочку Саша поставила специально для меня, и от этого тоже было тепло. Когда Гришка вошел в кухню, я только приступила к окрошке, но так и застыла с поднесенной ко рту ложкой. Да уж, появиться с помпой мой братец умел, этого у него было не отнять. На Гришке была надета белая футболка и джинсовые шорты до середины бедра. Сверху его фигуру прикрывал черный плащ с салым подбоем, а на голове у брата при помощи двух невидимок крепился картонный цилиндр. Саша, к моему удивлению, на это эпатажное появление отреагировала весьма спокойно, даже не вздохнула. Только когда он сел за столом, тихим голосом произнесла «Сними шляпу, ты и за столом». И Гришка тут же повиновался. Стянул цилиндр и положил его на соседний стул. К чему маскарад? Поинтересовалась я, наконец проглотив окрошку и подхватывая с блюдца несколько ломтиков картошки с кетчупом. Гриша решил стать фокусником. Прокомментировала Саша, причем в ее голосе не было насмешки. Скорее, спокойное принятие очередного увлечения сына. Да и чему удивляться, Гришка уже был ученым, водолазом, дрессировщиком, тогда страдал соседский пес, врачом, тогда страдали все вокруг, режиссером и актером одновременно, когда мы вынужденно смотрели спектакль в гостиной, и еще много интересных профессий были освоены братом за 11 лет. В общем, родителям скучать не приходилось. «Фокусник — интересная профессия», сказала я, потому что промолчать было как-то невежливо, и Гришка мог обидеться. В каждое новое увлечение он погружался полностью, с пылом, возможным лишь в детстве, когда все еще впереди и жаждется объять необъятное. Да, брат с радостью поддержал мою реплику, даже не заметив отсутствия должной искренности. «Я уверен, что нашел дело всей своей жизни. Завтра продемонстрирую вам, чему научился, и вы все поймете». Он быстро хлебал окрошку, почти не жуя, торопился вернуться к репетиции фокусов. Я поймала ласковый Сашин взгляд, брошенный на сына, и тоже улыбнулась. Хотя моя мать так никогда на меня не смотрела, по крайней мере, я этого не помню. Но я знаю, мачеха меня любит и относится как к дочери. Наверное, ей хочется, чтобы я называла ее мамой, но мне как будто что-то мешает, поэтому я продолжаю звать ее Сашей. После обеда Гришка убежал дальше тренироваться в ловкости рук, а мы остались мыть посуду. «Как ты?» Сашин голос звучал мягко, и взгляд был теплым. «Хорошо». Я погрузила руки в мыльную пену, стараясь сосредоточиться на тарелке, которую тщательно оттирала губкой. Когда-то в минуту слабости я призналась мачехе в неудачных отношениях с однокурсником. Саша восприняла это близко к сердцу и до сих пор переживала. «Правда, все хорошо». Я посмотрела на нее и улыбнулась. Она обняла меня и шепнула на ухо. «Ты же знаешь, что я люблю тебя?» «Знаю». И я действительно знала это совершенно точно. Глава вторая Вечер мы провели на улице. Папа с Гришкой жарили шашлыки, а мы с Сашей после того, как накрыли на стол, лежали на шезлонгах и любовались процессом приготовления мяса, наслаждаясь умопомрачительными ароматами. Для полного счастья не хватало только Тёмки, но он должен был приехать завтра. И тогда наша семья снова станет полной. А дуряющие пели цикады. Из-за забора тоненько подпевал соседский дог, тоже учуяв аромат шашлыка. Я жалостливо смотрела в ту сторону, но просунуть даже кусочек сквозь ограду не могла. Дядя Игорь предупреждал, у Фунтика проблемный кишечник, и он ест исключительно специализированный сухой корм. Я бы на его месте тоже завыла. Когда мясо было готово, мы переместились в беседку. Папа открыл бутылку вина, налил себе и маме, а затем плеснул немного и в мой бокал. Всё-таки я уже почти взрослая. Наверное, окончательно взрослой я стану, когда выйду на пенсию. Вряд ли раньше. А вот у Гришки достался стакан с яблочным соком, и он смотрел на меня почти так же тоскливо, как соседский пёс, разве что не подвывал. А утром я проснулась от тёплого ветерка, сконцентрировавшегося на моём лице, потёрла рукой нос, попыталась перевернуться в поисках более удобного положения, и только потом до меня дошло. Я распахнула глаза. От моего радостного визга наверняка проснулся весь дом, а Тёмка стоял на коленях у кровати, склонившись к моему лицу, ещё со сложными трубочкой губами, которыми он на меня дул, чтобы разбудить. «Тёмка!» закричала я и обхватила брата за шею. «Ты приехал! Ура!» Он улыбался. Я не видела, но точно знала. Чувствовала по его движениям, потому как и он обхватил меня, прижимая к своей груди. «У меня для тебя подарок. Накинь что-нибудь, чтобы дядя Игорь глаза не сломал, и пойдём». Тёмка выпустил меня, поднялся и отошёл к дверей, продолжая глядеть тёплым взглядом, так похожим на Сашин и в то же время неуловимо иным. Когда за ним закрылась дверь, я вскочила, спала я в пижаме, состоявшей из майки на бретельках и мягких удобных шортиков. Раз дядя Игорь может сломать глаза, значит, подарок на улице, а раз он на улице, значит, большой. Что же привёз мой самый лучший в мире старший брат? Тёмка всегда умел меня удивлять. Как-то он подарил мне утёнка, а потом всю ночь рыл яму в саду, чтобы устроить для него пруд. Пруд папа одобрил, и тёмке даже не влетело, как я боялась. А утя плавал в пруду, пока не улетел с дикими утками. По крайней мере, такую версию выдал Гришка, оказавшийся свидетелем чуда. Но ему тогда было три года, и я сомневалась, можно ли верить младшему брату. И ещё долго искала утю, надеясь, что он вот-вот выбежит из-за яблонь, распахнув крылья и радостно гагача. Оделась я за рекордные пару минут, умудрившись ещё умыться и почистить зубы. Шорты и футболка в такой одежде можно встретить любой подарок. По лестнице бежала, перепрыгивая через ступеньку, но всё равно оказалась самой последней, вся семья уже собралась на улице. За воротами. Они стояли, окружив небольшую округлую машинку ярко-жёлтого цвета. Саша фотографировала момент. Папа что-то объяснял Гришке и серьёзным видом стучал по колёсам, проверяя их крепость. Это твой жук. Тёма с улыбкой протянул мне ключи. Мой? Мне хотелось визжать и подпрыгивать на месте, как маленькой девочке. Это просто невероятно. Я именно такое хотела. И это была правда. Когда я весной окончила курсы вождения и начала выбирать машину, то чаще всего взгляд останавливался на объявлениях вот с такими яркими жуками. Правда, я думала взять подержанную машину. Кто знает, как сложится начало моей водительской практики. А тут вдруг такой подарок. Прокатишь меня? Спросил Тёма и посмотрел тем самым своим тёплым взглядом, который я особенно любила и который заставлял меня чувствовать себя нужной, важной и особенной, делая увереннее и наделяя способностью противостоять любым жизненным невзгодам. А можно? Я почему-то оглянулась на папу. Он тоже улыбался, кивнул головой, разрешая. Впрочем, рядом с Тёмой мне вряд ли что-то грозило. Я осторожно открыла дверь, наслаждаясь прикосновением к моему жуку. Он в первую же секунду получил своё имя. Саша рассказывала, что в детстве у неё был велосипед, который звали Герби, и он был почти другом для неё. И мне тоже показалось сейчас важным дать имя моей первой машине. — Здравствуй, Жук. Произнесла я в полголоса, устраиваясь в водительском кресле, повернула ключ и почувствовала, как мотор мягко заурчал, приветствуя меня. Тёма сидел рядом, на пассажирском сидении, и молча наблюдал за моими действиями. Меня это не смущало, напротив, успокаивало. Ведь он рядом, а значит, у меня всё получится. Я осторожно нажала педаль газа, и Жук покатился вперёд по нашей улице. Я ехала медленно, нажимая на все кнопки и всплывающие окна, разговаривая со встроенным навигатором. Даже поменяла голос на мужской, больше соответствующий моим ощущениям. Мы объехали почти весь город и повернули обратно. Я уже окончательно и бесповоротно влюбилась в своего нового друга. — Тём, ты уверен, что можешь себе его позволить? — спросила, когда первый восторг слегка поутих, и я смогла более-менее здраво соображать. Всё же брат только начнёт работать вряд ли ему сразу станут платить высокие гонорары. — Могу. Тёмка весело усмехнулся и пояснил. Мне дали кредит. Правда, папа предлагал поучаствовать материально, но я хотел сам тебе что-то подарить. — Спасибо. — произнесла еле слышно и шмыгнула носом, потому что на глаза вдруг навернулись слёзы, заставляя меня часто-часто смаргивать. — Эй! Кто бы сомневался, что он заметит? Чтобы никаких слёз, а то отберу машину и сам буду кататься. Он говорил нарочито строго, но я знала, что Тёма шутит. Жук был куплен специально для меня, и никто бы не стал его отбирать. — Это я от радости, всё же поспешил объяснить. Ты ведь знаешь, что я очень тебя люблю. Тёма кивнул и улыбнулся. Конечно, знает. — Я тоже люблю тебя, сестрёнка. А за завтраком папа сообщил пренеприятнейшее известие. Бабушка ждёт всех членов семьи к ужину. — Пап, можно я не пойду? — озвучил Тёма мои мысли. Отец ничего не ответил, только коротко и со значением взглянул на брата и вернулся к намазыванию маслом тоста. Саша задумчиво смотрел на него, что-то прокручивая в голове, а потом спросил с каким-то понятным лишь им смыслом. — Так и сказала только члены семьи? — Саш, — укоризненно произнёс папа, сощурившись. — Ты же знаешь мою мать, как и то, что я не собираюсь потакать ей. Поэтому или вся наша семья, он выделил этой интонацией, идёт, или мы все останемся дома. Думаю, и мама это тоже понимает. — Надеюсь, Саша всё же выглядела обеспокоенной. У меня возникло ощущение, что только родители сейчас понимают друг друга, потому что у обоих братьев были такие же ошламлённые лица, как и у меня. — О чём они, как думаешь? — спросил Гришка на лестнице, когда мы поднимались в свои комнаты. — Понятия не имею. Я, пожалуй, плечами, подумав, добавила. Но идти туда мне совсем не хочется. Какое-то нехорошее у меня предчувствие. — Вот и у меня тоже. — вздохнул Гришка, прежде чем скрыться в своей комнате. До ужина ещё было далеко, и мы с Тёмкой договорились сходить на пляж. Понежимся немного под тёплым солнышком, потому что вечером меня ждут ледяные взгляды снежной королевы. Бабушка всегда смотрела на меня так, что мороз по коже пробирал. И хотя встречались мы с ней весьма редко, но это морозищее ощущение запоминалось надолго. У меня вообще было чувство, что бабушка почему-то не считает меня членом семьи, и за завтраком Саша говорила именно обо мне. Да ну, глупости, с чего бы ей так считать? Я отбросила негативные мысли и начала собираться. Надела купальник, сверху просторное длинное платье, в котором самое то возвращаться с моря, и никто не заметит, даже если ты без нижнего белья. Покидала в сумку полотенце, крем для загара и расческу. После морской воды мои волосы всегда сбиваются колтунами, так что видок будет ещё тот. — Алина! — раздался снизу я уже жду. — Ничего, подождёшь пару минут, я тебя вон целые сутки ждала. Пробормотала про себя, но всё же подхватила сумку, надела солнцезащитные очки и быстро вышла из комнаты. До моря было пять минут, и мы решили не брать машину. Хотя, признаюсь, мне очень хотелось прокатиться в моём новеньком жуке, но я решила, что уже взрослая девочка и вполне способна потерпеть до вечера, потому что к бабушке Тане мы точно поедем на машинах. Интересно, как меня встретят на этот раз? И будет ли этот раз чем-то отличаться от предыдущих? Что-то я сомневаюсь. — Не знаешь, зачем она нас собирает? — спросила брата по дороге. — Может, хочет познакомиться с этим дядей Кириллом? Тёмка пожал плечами. У него тоже особо не было вариантов, но братец, в отличие от меня, по этому поводу просто не заморачивался. Навстречу шла стайка молоденьких девушек, загорелая с тем особым глянцем на коже, который посвящённому взгляду точно сообщает, девушки идут с пляжа, где провели не один час, нежась на солнце и купаясь в ласковых волнах. Тёму они заметили ещё издалека, а на подходе начали усиленно строить ему глазки и хихикать. Тёмка нарочно поиграл мышцами, отчего они захихикали ещё больше. Подожди секундочку. Попросил брат и помчался их догонять. А я рассердилась. Но это, в конце концов, невежливо. Бросать меня на дороге ради каких-то вертихвосток. Почему обязательно знакомиться в моём присутствии? Иди сюда вечером и лови удачу за хвост. В общем, ждать его я не стала. Широким, размашистым шагом двинулась к пляжу. Ну, его, этого Тёмку, пусть занимается глупостями, раз ему так хочется. Раз сестра, которую он несколько месяцев не видел, для него ничего не значит. Чем ближе я подходила к морю, тем больше сердилась на Тёму. Как будто он меня предал, обманул. Дело в том, что я стесняюсь одна ходить на пляж. Я понимаю, что большая часть моего детства прошла на юге, и для меня должно быть естественным раздеваться прилюдно. В этом нет ничего особенного, это же общественный пляж, здесь все раздеваются. Но у меня было нечто вроде фобии. Рядом обязательно должен находиться знакомый человек, иначе я не решусь раздеться, так и просижу в платье на берегу. А все вокруг будут смотреть на меня как на идиотку. Ты чего ушла? Тёмка догнал меня уже у самого спуска. Ну что, взял телефончик? С обидой в голосе поинтересовалась я. Он даже не стал отвечать, расхохотался, схватил меня в охапку и загружил. Как же я соскучился, сестрёнка. Вот и как на него можно сердиться. У меня, например, долго обижаться на Тёмку не получалось, поэтому уже через пару минут я вернулась к теме разговора. Кто этот дядя Кирилл? Папин брат. Это я и сама знаю. Ты его видел? Он покачал головой. Никогда. Если честно, я о нём раньше и не слышал. Вот и я тоже. Мы, наконец, спустились на пляж, нашли свободный пятачок и расстелили полотенце. Наслаждаясь тёплой солёной водой, ласковым солнцем и шутками брата, я почти забыл о вечернем визите. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается. Нам пришлось вернуться домой и начать собираться на званный ужин. Субтитры создавал DimaTorzok